всем привет с вами канал alex dn pro и в этом выпуске я расскажу вам о том как победить меса в командных подземельях а также проведу обзор таких легендарных героев как рыцарь тьмы череп и анобис почему решил рассказать вам об этих героях потому что все они имеют встроенный талант оживления в данном случае рыцарь тьмы имеет пятый уровень оживления то есть появляется примерно с 50 процентами жизни после смерти но давайте посмотрим его все навыки и талант наносит 160 процентов урона ближайшей цели на 4 секунды ближайшие союзники получает иммунитет к одному дебаф откат 80 урон по области идет это конечно хорошо с увеличением навыка уровня навыка увеличивается и урон наносимый этим мечом который падает с неба что же касается защиты двух союзников от дебафа но совсем сомнительный навык который пригодится разве что в битве с другими игроками это не всегда что же касается урона и количество жизни урон и количество жизни примерно средний для всех этих троих героев данном случае соответствует один в один черепу череп 200 уровне имеет такой же показатель урона и жизни но что же касается скорости то рыцарь тьмы в два раза медленнее как перемещение так и урона 1200 что это такое 1200 это время между атаками то есть задержка между атакой 1200 миллисекунд чуть чуть больше чем секунда между атакой у этого героя так давайте посмотрим черепа так череп ищем его вот он есть я решил просто взять 200 и уровне они тех героев которые у меня имеется что наглядно вам все это показать видите урон и количество жизни тоже черепа в два раза выше скорость перемещения почти два раза и скорость урона 600 причем скорость перемещения она увеличивается с уровнем по 5 по моему добавляется за каждую звездочку вот 10 звезд то есть 200 уровень это плюс 50 череп начинает 350 скорость перемещения и когда у него будет 10 звезда плюс 50 соответственно станет 400 а вот скорость атаки она не повышается с уровнем то есть 600 как у него начинается так и заканчивается число теперь давайте посмотрим его таланты имеет навык оживления восьмого уровня то есть встроенный как и череп как и анобис как и рыцарь тьмы простите все эти герои не нуждаются в рунах воскрешения и талантах воскрешения так как они не будут работать навык оживления восьмого уровня то есть появляется этот герой после смерти со всеми жизнями сразу теперь его основной навык который каст его увеличивает атаку черепа на 350 и ограничивает получаемый урон на 12 тысяч за удар на 10 секунд то есть это не разовая какая-то магия там или что-нибудь подобное а баф который усиливает нашего черепа на 10 секунд причем с увеличением уровня показатель урона увеличивается и снижается проходимый урон в десятом уровне у нас получится 900 урона добавится ему и порог проходимого урона снизится до трех тысяч то есть все что будет больше трех тысяч проходить не будет наш череп будет получать только три тысячи урона за один удар очень очень хороший навык прям делает нашего черепа практически неуязвимым какие руны нужно ставить на черепа на этих героев наших я предлагаю ставить им руны такие вот уникальные как скорость атаки также урон и перекачка это пожалуй будут основные руны данном случае перекачь будет очень большой урон тоже будет очень большой а вот берсерк это та самая руна которая нужна практически всем героям которая подойдет практически всем героям здесь будет также не лично с черепом пока все давайте посмотрим теперь нашего аннубиса так сказать один из тех героев которого хотят получить многие но не у всех это получается выбить его можно как вы видите тоже за самоцвет и можно получить просто покупаем героев за самоцвет и может выпасть аннубис и так какие у него таланты шоу ужасов наносит урон равный 80 процентов от атаки максимум 100 цели то есть практически всех бьет и снижает их атаку на 15 процентов на 10 секунд герой трансформируется получаем унитет молчание бедствую снижая получаемый урон на 20 процентов и понижая колдаун навыка на 5 секунд то есть можно перезапускать этот навык чаще да безусловно очень очень хороший талант также имеет встроенный талант воскрешение три раза будет воскрешаться с 8 10 процентами здоровья и как здесь указано руны оживление и талант воскрешение работать не будут что же касается урона урон у него четыре тысячи триста совсем такой не очень ручек и 67000 жизнь тоже как бы чуть выше чем у наших предшественников скорость чуть чуть ниже чем у черепа а вот скорость атаки конечно подкачала примерно секунду один удар в секунду точнее примерно а точно один удар секунды до 1000 миллисекунд то есть такая штука выбить его довольно сложно да выпадает конечно иногда там и на средних уровнях прохождения игры а в основном выбить конечно сложно что же касалось урона то как вы видели 4 400 где наш череп вот у черепа же 4700 то есть урон у черепа и у рыцаря тьмы выше так ну давайте посмотрим теперь наших героев действий в данном случае возьмем уровень экспедиции чтобы я смог продемонстрировать вам всех героев а именно черепа и нашего рыцаря тьмы анобиса к сожалению у меня еще нет собираю самоцветы для того чтобы устроить шикарнейший ролл на 50 тысяч и так давайте возьмем первого значит рыцарь тьмы но это огоньки были вот нашего существа на питомца припоздание ну что а вот череп смотрите бьет в два раза быстрее убивают нашего рыцаря тьмы он воскресился его буквально там сразу же и убили потому как он у нас не прокачанный был и плюс восстановился только с пятью десятью процентами жизни примерно то есть его качать я вообще не советую то есть не вижу в этом вообще никакого смысла есть гораздо повыгоднее герои так таки таки уронщики то в конце концов вместо него лучше поставить князя тыкву команду или того же купидона если совсем так уже прижала что уже касается наших командных подземелий итак командные подземелья шторм меса один присоединяемся к команде где нам нужно ставить наши войска в основном все ставят сразу на угол для чего так как в этом углу расположен наш главный босс и пробившись к этому боссу мы его уничтожаем и не встречаемся с другими героями да конечно же здесь достаточно одного моего героя чтобы уничтожить этого меса давайте посмотрим как справляется другие игроки такое это строение там пока не добегут до этого босса смысла нет сразу убиваете босса потом же все остальные герои добивают тех кто уцелил если это возможно на низких уровнях все вместе становитесь в правый нижний угол не побеждайте этого меса итак давайте посмотрим мест 2 садится к команде от расстановки наших героев будет многое зависит здесь собственно тоже все кучкуемся на квадратике и начинаем забивать нашего босса посмотреть силу можно нажав на одной из иконок сразу высвечивается статистика силой наших игроков вот на босс то есть схема так атакуем сначала босса потом кто еще остался такой нереально крутой замес пошел сразу все быстренько забили и уничтожили так у меня пока один меч остался давайте наверно для начала проведем четвертый уровень такой самый пожалуй интересный будет здесь присоединяемся к команде здесь уже как правило все такие крутые дядьки для входа на каждый уровень требуется определенный порог общей силы 20 30 15 тысяч там 10 здесь расстановка идет по углам можно также остановиться в центр и начинать с боссом буквально сразу но это не рекомендуется делать средне прокачанным героем так как их могут уничтожить буквально сразу рекомендуется бить этого босса уже тогда когда все навыки запущены все бафы там касты и все герои усилены как вы видите здесь идут четыре героя по углам четыре босса простите место 60 уровня и по центру 1 180 задача каждого игрока уничтожить по одному месту и затем прорваться в центр и начать атаку уже основного так сказать нашего пока мы добиваем данной пачки так сказать наша команда оказалась самой слабенькой и так добиваем этого места и все бегом в центр здесь такая куча мало образовалась очень быстро бьют этого босса кстати когда герой находится рядом то все усилители которые работают по зоне то есть касты вот эти бафы они распространяются на всех союзников в данном случае можно получить каст сразу от нескольких князев тыквы и остальных героев чтобы очень истать вот закончилась наша битва получили сундучок третий уровень до начала показать все помню а есть у меня еще одна карта используем и присоединяемся к команде шторм место 3 видимо не самый популярный как вы видите можно долго ждать все конечно зависит от времени времени суток да собственно там не сильно отличается второй от третьего собственно самые прибыльные так сказать это мест 4 и мест 1 как бы для начинающих понятно здесь собственно особой расстановки делать никто не собирается вы видите все тут серьезно прокачанные герои просто стоят на своих местах и ждут начало так и понеслась в центре значит наш мозг окружен легендарными героями и всякими там прихвостями еще синикими так и все заканчивается очень быстро и стремительно давайте ускорим чтобы не тратить время зря кстати ускоритель на слабых устройствах не рекомендуется запускать так как устройство может очень подтормаживать сильно в данном случае просто у меня запущена программа для записи видео поэтому ускоритель у меня не совсем корректно отображался так вот и я и провел так сказать обзорчик наших героев показал вам где кого и как забивать кстати что еще касается командных подземелий давайте командные подземелья и создадим команды вот самым первым отображается герой с наиболее высоким уровнем поэтому для того чтобы вас не сильно исключали вот не то что исключали вот бывают такие моменты когда вы заходите в битву и кто-то выходит из нее то есть как бы как перезапускает время отчета один игрок вышел потом другой зашел вы его там ждете вот поэтому рекомендуется ставить основным героем кого-нибудь подкачивать так сказать лицо вашей команды в данном случае князь тыква его всегда принимают в команду вот особенно это я еще раз повторюсь актуально на начальных уровнях там когда вы забиваете первого меса вот примерно два князя тыквы могут уничтожить этого меса каждый усиливает друг друга и в итоге усилители эти накладываются один на один и команда ваша становится практически неуязвимой в плане урона и скорости атаки ну что ж пожалуй на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал пока 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 пока